Доброе утро, дорогие друзья! Продолжаем недельную главу Бемидбар, но сегодня такой особый день. Сегодня вечером рожходыш месяца Сиван. Уже закончился, быстро пролетел месяц Сияр. И вот месяц Сиван, это месяц, который напрямую связан с Торой. Именно в нашей недельной главе сказаны слова, что в третий месяц, в этот день. Имеется в виду, первый день месяца пришли в пустыню сиан. Первый день месяца Сиван, народ Израиля остановился напротив горы Синай. Вот это будет, сегодня вечером наступает этот день. Тут две вещи интересные разобрать. В пустыне, да, и что первое, что начали делать, что мы делаем всю неделю главу, это подсчеты, считали количество людей и так далее. Считать это очень важная вещь. Мы уже говорили о том, что самоотчет и подсчет собственных дел очень важен. Важно, что считать время, потому что люди любят считать все, что угодно, экономить. Экономят деньги, экономят там еще что-то. Но самое главное, время не экономит. А время уходит быстрее всего и не возмещается. Я, например, делаю очень просто. У меня есть блокнотик, я, например, сколько я день заработать, там, учиться договорился. Когда-то это было, начиналось у меня с 30 минут, сейчас это 3 часа 15 минут день. Но бывает, что я в какой-то день не успеваю. Тогда я записываю, там, минус 40 минут. Я его догоняю на следующий день. Но это так, отвлечение. Раби Элизер Капар говорил интересные слова. Знай, что всему ведется счет. И пусть никто не убедит тебя, что ты уйдешь от этого где-то здесь или в могиле. Ибо не по своей воле ты родился, не по своей воле умрешь. И будешь держать ответ перед Царем Всевышним. Вот тогда посчитают все твои дела. Не лучше ли начать считать сегодня? Человеку нужен просто жизненно необходим самоотчет. Люди часто не умеют делать. Надо останавливаться. Задать себе несколько вопросов. Конкретно задать себе, вот сядь спокойно, раз в день. Задай себе вопрос. Куда я иду? Каким человеком я хочу быть вообще? К чему я стремлюсь в идеале? Что я делаю сейчас? На что я трачу свою жизнь? Как и где я должен действительно находиться? Кто мои друзья? Что они приносят мне? Приносят мне духовность или я им приношу это? Как я отношусь к другим людям? Насколько я за время своей жизни приближаюсь постепенно к Творцу? Вот все эти вещи надо на себе задавать вопрос. Надо ежедневный самоотчет. Надо проанализировать каждую мысль. Каждое слово, каждый поступок в течение дня. Правильно, неправильно. Был ли правильный настрой. Надо радоваться хорошим поступкам и проанализировать плохие. И решить, что их больше так не делать. То есть следует так поступать на протяжении всей своей жизни. Каждый день проверяя то, что было сделано вчера. Какие-то должны вот такие реперные кусочки быть, чтобы мы могли тебе помогать. Без этого счета, как ни странно, смотрите, целую главу рассказывается о счете. О создании мира только две минуты. И теперь о пустыне. Мы получили с вами торм в пустыне. После этого мир поменялся. И в пустыне нет бизнес-центров, нет фабрик, нет заводов, нет городов и районов. Там невозможно находиться в правильной или неправильной стране. Нет торговых центров, супермаркетов. Все ели одинаковую манну. Носили одну и ту же пару обуви на протяжении 40 лет. Именно поэтому Бог и дал тору в пустыне. Если бы он ее дал где-нибудь на Манхэттене, ему пришлось бы решать, кого назначить в совет директоров этой торы. Если бы он дал ее на святой земле Израиля, ему пришлось решать, где это сделать. В Иерусалиме, а может в Цфате, а может еще где-то. Бог не хотел для своей торы никаких акционеров, никакой корпоративной структуры, никакого даже социального такого подтекста, политического. Только мы и тора. Вот почему очень важно на протяжении этой недельной книги, вот, извините, вот книги, которую мы читаем, Бимедбар, очень важно понять, в какой мы ощутились в духовной ситуации. Мы и тора, больше никого нет. И поэтому прекрасно вот как-то ощутить себя в этой пустыне. Ощутили себя один на один с торой. Как только Бог убедился, что мы получили вот это послание, мы поняли, что продукт, который мы получили тора, это не какая-то эпоха, среда, культура. Он принадлежит каждому человеку в равной степени. И тогда, после этого, из пустыни выйдем, мы ушли в города, там, фермы, заводы, университеты, чтобы нести вот эту тору. Он выполнил свою часть работы. Пришел, выполнился, отдал, и говорит, а теперь, пожалуйста, работайте. Поэтому на этой недельной главе, и в этой вообще книге Бимедбар важно осознать, ой, простите, одну очень важную вещь. Тора — это учебник идеальной жизни и приближения вот к тому идеалу, который должен был быть. Бог нам это подарил и сказал, а теперь дети мои работайте. И вот каждому надо работать на приближение к идеалу и вести самоотчет, правильно ли я иду. Брахава от слаха всего самого лучшего. Продолжение следует...